Доброе утро, Бокертов, дорогие друзья! Начинаем наш третий урок по недельной главе Торы Бехукатай. И это страшная глава. С одной стороны она говорит о хорошем, о благословениях, которые мы получаем, если мы хорошо ведем, и с другой стороны страшное проклятие, если мы не хотим себя так вести. У нас две такие страшные главы, одна называется Бехукатай, и есть у нас книги Дворим, глава Китаго. Очень страшные главы. И для чего нужна эта? Значит, Клалот это проклятие. И мы можем подумать, что если мы выполняем заповеди Торы, мы получаем за них благословение. А если мы не выполняем заповеди, то мы благословение не получаем. Не тут-то было. У нас два варианта. То есть, если мы не выполняем заповеди, то тогда мы получаем проклятие. Или хорошую жизнь, или плохую. И нет никакой середины. Вот мы приняли Тору Ноговесиной, и теперь должны следовать ей. Невзирая на то, что нам кажется, что это тяжело. И написано, что если ты ведешь свою жизнь по Торе, то получаешь благословение. А Тора идет вместе с мечом. То есть, или благословение, или меч, который ставит нас на место. Вот так. И написано, что кого любит Господь, того и наказывает. Он нас любит. Как мы читаем пророка Амоса, что нас Всевышний любит. Но это не значит, что мы будем жить безнаказанно на свои проделки. Вот так. Значит, как это сравнить? Значит, есть идлопоклонники. Они поклоняются идолам. И благословляют их. Все делают. Когда им хорошо. А когда им плохо, они начинают проклятать своих идолов. То у нас нет. Наш царь Давид. Он говорит. В Солме 116.3. Он говорит, что И благословение. И проклятие. Все вместе. И написано, что имя Всевышнего превознесут. Там же. То есть, невзирая на то, что это проклятие, все равно превознесут. И так же и говорит Йов. В первой главе. 21 стих. Он говорит. Всевышний дал. Всевышний взял. И тоже благословляет Всевышнего. То есть, благословляет и за то, что нам кажется плохим. На самом деле, то, что нам кажется плохим, это искупление наших грехов. Это помогает больше, даже чем жертвоприношение. Мы своими страданиями, своим телом, своими потерями материальными искупаем наши грехи, чтобы вернуть Всевышнему душу чистую, которую нам дал. Потому что написано, что душа, которую я даровал, нечиста. Наша задача вернуть ему чистую душу. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Рок был дан за понятие души Яков Беннахум, Владимир Бен Григорий, Павел Беннефим, Малка, Хай Малка Бат-Йосиф, Мира Бат-Аврагам, Роза Бат-Михаэль, Память Юрия Бен-Харитон, Мендель Бен-Мендель, За здоровье Светлана Бат-Клара, Шимон Бен-Исхак, Борис Бен-Мария, Анна Бат-Ривка, Барина Первая Бат-Сонья Сура, Лена Бат-Клара, Женя Бат-Ида, Анна Бат-Елена, Евгений Бен-Софья, Двор Ра Бат-Мириам, Моисей Бен-Ева, Ирина Бат-Двора, Йосим Бен-Раиса, Инесса Бат-Маэль, Евгений Бен-Берта, Евгения Бат-Ида, Фира Бат-Ана, Замазал Парнаса, Згула, Ирина Бат-Ури, Аруна Риа Бен-Ури. За хороший дух Аруна Риа Бен-Двора, Гиз Бен-Ахум, Авигай Бат-Сара. Всем все самое на лучшее. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До следующих встреч.